Диетолог Инна Кононенко Я, конечно, очень рада, что у вас есть возможность оздоровиться в Турции, но к выработке витамина Д, к сожалению, это имеет мало отношения. Объясняю почему. Существует три вида солнечных лучей. Лучи UVC – это лучи, которые не доходят до поверхности Земли. Лучи UVB – это как раз лучи, которые способствуют выработке витамина Д. И лучи UVI – это лучи, обеспечивающие нам загар и, к сожалению, ожоги кожи в том случае, если мы пересидели на Солнце. И сразу оговорюсь, что после того, как у вас на теле сформировался загар, выработка витамина Д прекращается. Так вот, в тех странах, которые находятся выше 35 градусов северной широты, лучей UVB крайне мало. А что относится к этим странам? Это США, Россия, Узбекистан, Япония, Корея, Турция и многие другие страны. Поэтому, если вы поехали отдыхать в Южную Африку, то так и быть, на эти две недели я вам разрешаю витамин Д не принимать. Но в том случае, если вы много путешествуете и много гуляете по нашему родному и любимому городу, я вам предлагаю установить на свой мобильный телефон приложение D-Minder. Это приложение, которое показывает нам, какие в конкретный день у нас светят лучи и будет ли в этот день вырабатываться витамин D. Давайте посмотрим по этой программе, какие лучи у нас сегодня. Так, угол падения лучей больше 30 градусов. Это хорошо. Это значит, что витамин D будет вырабатываться. И в правом верхнем углу есть такой индекс UVI. И в том случае, если он больше 3, а сегодня он больше 3, то выработка витамина D будет происходить. Это очень замечательно. Значит, сегодня мы будем гулять по нашему любимому городу. И в том случае, если вы будете в течение 20 минут находиться в шортах и в майке, то за это время у вас вырабатывается 10 тысяч международных единиц витамина D. Все бежим гулять. С вами была диетолог Инна Каноненко. Будьте здоровы, красивы и довольны своим отражением в зеркале. Субтитры создавал DimaTorzok